Доброе утро, уважаемые коллеги, хотя не утро, наверное, в Казахстане день полный. Я остановлюсь на том, насколько наши стандарты молдавские отражают рекомендации ВОЗ. И, вероятно, из всех представленных до этого момента стандартов, наши были приняты раньше всего. Это произошло более года назад. При поддержке Офиса ВОЗ Республики Молдова, СААФ, основная работа была проведена сотрудниками обучающего центра по репутативному здоровью. И приказом, который утвердил эти стандарты, были отменены предыдущие регламентирующие документы положения проведения искусственного прерывания беременности 2010 года. И стандарты проведения беременности в безопасных условиях 2011 года. То есть прошло почти 10 лет до того, как были пересмотрены эти документы. Эти стандарты, как и в других странах, предусматривают нормативные рамки деятельности медико-санитарных учреждений по предоставлению услуг по дробовольному прерыванию беременности. И задачей является продвижение основанных на научных доказательствах передовых практик, показания помощи при проведении абортов. Это относится к повышению и улучшению доступа к услугам по прерыванию беременности, соблюдению прав женщин на консультирование, формирование согласия, высокое качество услуг, соблюдение конфиденциальности и уважения частной жизни. И, естественно, применение методов и методик рекомендованных ВОЗ до того, как перейти к новым стандартам. Уже в отмененных регламентирующих документах были включены очень много рекомендаций ВОЗ, которые повлияли на улучшение доступа и снижение стоимости процедуры прерывания беременности. Это и возможность проведения в амбулаторных условиях прерывания беременности до 10 недель методом вакуум-аспирации и до 9 недель медикаментозным абортом. Свободный выбор учреждений без направлений, без периодов ожидания разрешения мужа и других препятствий к получению этих услуг. Были значительно упрощены необходимые лабораторные обследования, то есть, в принципе, почти нет. Допустим, гемоглобин определялся только в случае признаков анемии, назог при признаках инфекции. Также предыдущие стандарты предполагали прием месопростола дома при медикаментозном аборте. В отношении обеспечения безопасности эти стандарты тоже рекомендовали методы, входящие в стандарты Всемирной организации здравоохранения. Это аспирация электрическая и мануальная, и медикаментозный аборт. И мягко описалось, что не рекомендуется применять куритаж, не рекомендуется. Ну, вот это как бы не очень сильно к чему-то обязывает. Внедрение места анестезии как метод выбора при хирургическом аборте, рутинная антибопрофилактика при хирургическом аборте, методики подготовки шейки матки, осмотр тканей. И обязательное консультирование при постабортной, включая обязательную послеабортную контрацепцию. И если посмотреть на динамику количества абортов в Молдове и методов, которые использовались, мы видим, что предыдущие документы, выпущенные в 2010 году, да, привели к снижению использования куритажа с примерно 25% до 2016 в 2019 году. В 2005 году. Но основное снижение произошло до публикования тех стандартов. И начиная с 2012 года вышел целый ряд публикаций и рекомендаций ВОЗ про прорывание беременности в безопасных условиях. Всеми знакомые руководство техническое по вопросам политики и практики 2012 года. В 2014 году ВОЗ опубликовал настольную книгу клиническую, где описывается уже детально методология проведения как хирургического, так и медикаментозного аборта. И в 2018 году, потому что вышли, были опубликованы результаты многих исследований и появились доказательства по проведению медикаментозного аборта. Вышло отдельное руководство по рекомендациям как проведения медикаментозного аборта, так и завершения неполного аборта. И хочу напомнить, что рекомендации руководства ВОЗ 2012 года включали не только аспекты медицинской помощи, но и рекомендации для системы здравоохранения, для обеспечения доступа и рекомендации, связанные с обведением прав человека нормативными и политическими вопросами, то есть снятие всех барьеров, как законодательных, так и других, для получения доступа к аборту. И вот Далина упомянула проблему подростков, есть и другие уязвимые женщины, которым должно предоставляться легкий доступ к услугам по прерванию беременности. И в руководстве 2019 года появилась совсем другая формулировка насчет, это первая рекомендация по хирургическим методам прервания беременности. Не только то, что рекомендуемый метод до 14 недель – это вакуум-аспирация, и ее не следует дополнять выскабливанием полости матки, но и прямо написано, что расширение канала шейки матки и выскабливание, или, как мы ее называем, кюретаж, если оно еще используется для прервания беременности, должно быть запринено вакуум-аспирации. И в руководстве 2014 года среди рекомендованных методов даже не упоминается кюретаж как метод прервания беременности. И, соответственно, я даже не поменял дизайн слайда, так как его сделала Радика. В нашем стандарте написано, что кюретаж запрещен, поскольку этот метод связан с большим количеством осложнений, кровотечений, перфораций и поздних осложнений. Надеемся, что когда в будущем будут аккредиторованы учреждения, предоставляющие услуги по прерванию беременности, и аккредитация проводится на основании национальных стандартов, то получат аккредитацию только те, которые предоставляют мельковинтозные аборты и вакуум-аспирацию, а не кюретаж. Также для повышения доступа, для приближения услуг к пользователям, изменённый срок беременности, когда прервание беременности можно проводить в амбулаторных условиях. Вы видите список целых учреждений амбулаторного уровня, территориальные медицинские ассоциации, центры женского здоровья, кабинеты репродуктивного здоровья. И мы туда добавили и центры здоровья, предназначенные для помощи молодёжи. У нас существует целая сеть по всей республике. Да, Галина Нишко сегодня не присутствует, она является матерью этой сети, и там тоже в ВОЗ стандарт дают возможность провести прервание беременности. И только в сроке более 12 недель, при наличии сопутствующей патологии, это делается в условиях стационара. И, в принципе, самые большие изменения в стандартах ВОЗ и наших стандартов произошли в области медикаментозного аборта, потому что, как я сказал, появились очень много новых доказательств. То есть в руководстве ВОЗ 2012 и 2014 года были рекомендации для различных сроков беременности до 9 недель в оригинально, субъективально, буквально, до 7 недель ещё и оральные сроки 9-12 недель. Методология была похожа как на прервание беременности во втором триместре. Руководство ВОЗ 2018 года рекомендует ту же дозу 800 микрограмм несопростола вагинально-сублингвально-букальное отменила оральный приём, хотя не даёт никаких деталей использования несопростола при поздних сроках беременности, хотя к тому же моменту уже были проведены исследования и доказательства, что более эффективно применение повторных доз, что было включено в руководстве National Laboratory Federation 2020 года. Вы видите, при сроках 64-70 дней рекомендуется, написано, можно назначить ещё одну дозу несопростола в 71-77 день, следует назначить. На чём это основано? Это результаты нескольких рандомизированных исследований, которые показывают значительную разницу в эффективности одной и двух доз несопростола при сроках беременности 64-70 дней и 71-77 дней. То есть, не буду восстанавливаться на цифрах, разница более чем 10%. При этом изменения, или что было включено в наши стандарты, не запростол можно применять в домашних условиях или учреждениях в зависимости от срока, во-первых, и решения пациентки. И приём на дому безопасен до 10 недель, а сроки 10 и более недель он требует медицинского наблюдения. И включены различные рекомендации по дозам до 9 недель, это в основном на дому, доза несопростола 400, сублимально, а в сроках 10-12 недель, когда процедура рекомендуется, чтобы проводилась под наблюдением врача, рекомендуется повторные дозы каждые 4 часа, если это необходимо, чтобы обеспечить более высокую эффективность. Ещё хочу сказать о одном руководстве ВОЗ, которое вышло в 2019 году. Это сводное руководство по мерам самопомощи в отношении здоровья, именно сексуального и продуктивного здоровья и прав человека в этой области. И здесь две рекомендации, относящиеся, есть три в принципе, но две процедуры, относящиеся к процессу медикаментозного аборта, из переводной очень дачи, первое, что женщина может сама определить полноту прерывания беременности по определённым критериям, и второе, не смотрите на первую часть, при особых обстоятельствах, а второе, мы рекомендуем применять вариант приёма мисопростола и мифепрестона в ситуациях, когда женщина располагает источником правильной информации и доступом к медицинским работникам в случае необходимости возникновения осложнений или по своему желанию. Вот это руководство стало источником ещё двух рекомендаций аборта, то есть необязательно определить полноту аборта, приходя в клинику, на основании целого ряда признаков, женщина может это сама определить, и второе, включение целой главы по возможности предоставления микроэкономентозного аборта с помощью телемедицины. Я не буду останавливаться, потому что у родителей отдельный будет доклад. Также изменены в соответствии с рекомендациями ВОЗ и режим использования мисопростола при ранней беременности в сроках более 12 недель, то есть уже нет этой загрузочной дозы 800 мисопростола и нет ограничений в количестве применяемых доз, то есть используются до изгнания. И для прерывания дременности по медицинским показаниям на более больших сроках использованы рекомендации ФИГО по применению мисопростола, и это всё включено в эту сводную таблицу. Тут и рекомендации по медикаментозному аборту сроки до 9 и 12 недель, рекомендации по завершению неполного аборта до 12 и после 13 недель, медикаментозный аборт сроки более 12 недель, прерывание беременности при внутротропной гибели плода, это всё основано на рекомендации Эрвоза, вторая по срокам 9-12 недель это североамериканские рекомендации, и далее методика прерывания беременности по медицинским показаниям в сроках больших на основании рекомендаций ФИГО. Здесь представлены основные источники, которые мы использовали для разработки наших стандартов, и в конце хочу поблагодарить членов рабочей группы мультидисциплинарной, в которую вошли не только к шер-гинекологи, но и представители Национального агентства общественного здоровья и кафедры семейной медицины, практические врачи, отдел эпидемиологии и надзора за инфекциями, за свой раздел, и также большое спасибо за поддержку СААФу и за данные стандарты, и за весь проект, который проходил в нашем регионе. Субтитры создавал DimaTorzok